Росэлектроника представила модифицированную экспортную командно-штабную машину R-142T. 29 мая 2019 года ТАСС Росэлектроника представила модифицированную экспортную командно-штабную машину R-142T. Командно-штабная машина R-142NSA. Источник изображения Она предназначена, в частности, для автоматизации сбора, накопления, обработки, хранения и выдачи информации. Москва, 28 мая. Слеш-тас-слеш. Холдинг Росэлектроника, входит в Ростех, Впервые представил модифицированную командно-штабную машину оперативного и тактического звеньев управления R-142T в экспортном исполнении. Машина была показана на выставке военной техники в Пензе в рамках всеармейского конкурса специалистов по ремонту мастер-оружейник армейских международных игр, говорится в распространенном во вторник релизе холдинга. Мы представляем не имеющий аналогов экспортный образец унифицированной командно-штабной машины R-142T, предназначенной для автоматизации служебной деятельности должностных лиц служб обеспечения. Модификации этого изделия более 10 лет выполняют специальные задачи в интересах Министерства обороны РФ, приводит в пресс-службе слова Андрея Тарасова, генерального директора НПП «Рубин», входит в Росэлектронику, разработавшего машину. По словам представителей Росэлектроники, командно-штабная машина предназначена для автоматизации сбора, накопления, обработки, хранения и выдачи информации, а также решения расчетных оперативно-тактических задач в интересах должностных лиц пунктов управления служб материально-технического обеспечения в полевых условиях при работе на стоянке и в движении. Данные могут передаваться по нескольким каналам открытой и закрытой связи, что увеличивает объем и скорость доведения информации до взаимодействующих объектов. Надежность и устойчивость связи обеспечиваются резервированием каналов связи, пояснили в холдинге. Оперативная обстановка отображается на электронной карте местности. В отсеке заместителя командира по материально-техническому обеспечению также предусмотрена возможность проведения оперативных совещаний с числом участников до 8 человек. Всяармейский этап соревнований «Мастер-оружейник» в Пензе начался 28 мая, пройдет в 5 этапов и завершится 5 июня. Право на данный материал принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.